Ладно, давай. Назад. Всё? Да-да, иди уже. Я вот ходячий человек. Я шагаю на месте, по времени, по мосту я хожу. Мод главный должен быть гибель всем. По мосту я хожу, я ходячий человек. Движения мои бесконечны, поскольку я бесконечен. Поскольку я бесконечен. И эти листья вот валяющие. Как зелёный человечек на светофоре. Вот, листья, листья, камера должна показать листья, листья, листья. Суть в том, суть в том, что я в листьях. А листья, они помогают нам жить и развиваться. То есть, легко продемонстрировать и понять, насколько это прекрасная вещь. У меня даже есть ассистент, который эти листья хорошо употреблять-то может и способен. Ну что, ты готов? В смысле? К листьям. Жрать листья. Я могу подержать. Будешь? Это хорошая еда. Поддержка вегетарианства. Да это же не совсем. Это такая интересная-интересная вещь. Очень-очень вкусная. Я сейчас покажу те листья. Они тоже прекрасные. Хочешь ещё листья? Угу. Хочешь? Пока... Иди, давай, к листьям. К листьям. По мосту, по мосту. Ну ладно. Вот, давай к листьям. Это нужно есть. Просто суть в том, что в этом столько энергии и ключ к здоровью мировому и вообще ко всему прекрасному. О, молодец. Молодец. Вот он всем советую. Вот это правильно. Вот это правильно. Листья. Как прекрасны эти листья. Как прекрасны эти мосты. И дома, и дороги. Ну как, вкусно, да? Теперь меня возьми. Суть в том, что я, наверное, дальше буду продолжать идти. Но я вот думаю, куда идти. Думаю, пойти туда или пойти туда. Кстати, мой друг, мой самый лучший друг, он иногда говорил, что он обожает песок. А, ну песок... Да, но в другой раз. Слушай, ну ладно, это тебе просто как бы повезло, потому что здесь песка нет. Точно, точно, точно. Так как же, куда же идти? Какую дорогу выбрать? Вправо что ведет или влево ведет? Или то, что нахуй ехать. Я могу прочитать вам стих. На сенем лесу, на разбилке дорог, Стоял я, задумавшись у поворота. Ити было два, и мир был широк. Однако раз боиться не мог, И надо было решаться на что-то. Я выбрал дорогу, что вправо вела. И была, что пропадала, чечёная. И даже не что ли она была. И больше, казалось, мне заросла. А впрочем, заросшими были обе. И обе манили, радуя глаз. Такой желтизной лист и зыбучий. Другую оставил я про запас. Догадывался в тот час, Что вряд ли вернуться выперед случай. Ещё я вспомню когда-нибудь далёкое это утро лесное. Ведь и был, и другой, и предо мной ловил. И всё, и всё, и всё, и всё, и всё, и всё остальное. Я увидел кота. Ведь моё имя, моё имя-то, моё имя Михаил, Михаил Шаир, Михаил Шаир, И я её вообще люблю кота. Суть в том, что коты тоже стремятся ко всем этим листьям. Потому что листья... Это хорошо. Чего пожелать захотелось. Боже мой. Пошли. А листья? Вот. Он тоже есть листья. Его зовут Дмитрий Егоров. Листежуй. Листежуй. Ну да, это просто нужно делать. Аппетитные листы. Свежего весеннего орешка. Вот. Молодец. Бери. Как будто салат. Молодец. Так что всем надо. Всем надо и всем надо. Молодец. Дмитрий Егоров. Но после... Пару раз пожевал, всё. После вкусня как будто горчит. Ух ты. Дмитрий. Засними этот улей. Сейчас. А там бумажные пчёлы. Это очень хороший улей. Потому что там живут бумажные пчёлы. Господи. Бумажные пчёлы? На которых как бы нарисованы татуировки. А ты откуда знаешь? Дмитрий Егоров. Ну, просто интуиция. Я просто жил когда-то здесь. Бумажкой. Странно. Я ведь Михаил Шаир. Я должен понимать. Как же ты до этого сразу не догадался? Не знаю. А раньше... Сначала я был просто письмом. Точнее бумажной пчелой. А потом я превратился в стих. Эти стихи как-то... Потом меня сформировали. И сделали мне человеческий облик. Ого. Вот такая магия. Вне Хогварца. Через. Дмитрий Егоров. Куда пойдём? Туда или туда? Давайте туда. Я сразу вспоминаю стих. И в осеннем лесу на разбивке дорог. Стоял я, задумавшись у поворота. Тошли было два и я был широк. Одна, но не было решаться на что-то. Я выбрал дорогу, что вправо вела. Повернув, пропадала в чешёбе. Не хожи, не что ли она была. Мне больше казалось, мне заросла. Но еще куда-то штука. Обе манили, радуя глаз. Сухой желтизной листвы с кучей. Другую оставил я про запас. Хотя я догадывался в тот час, Что вряд ли вернулся к злочке. Ещё я вспомню когда-нибудь. Далёкой до утра весной. Ведь был и другой при добром путь. Я решил направо свернуть. Я это решил. Вот у нас и рисы. Когда-то, в 71-м году, я их сам и создавал. Хороший рис. Настя, ты создавал и рисы, А я 71-го года качался в качалке. Вот такой Дмитрий Егоров. Ты даже вот посмотри, какие у меня руки большие. Вот. Видите? Это потому, что он листья любит. Листья нужно есть. А в листьях есть белки. А белки нужны. Для вот этого? Вот, правильно. Дмитрий Егоров. Ну а грудь колесом, это уже просто так, чисто для красоты. Дмитрий Егоров. Вы любите ирисы? Вот, а смотрите. Дмитрий Егоров может даже сделать... О, вот, вот. Майкл Джексона. Ого! Вау! Это всё потому, что он любит листья. Дмитрий Егоров. Ты любишь ирисы? Да, я люблю ирисы, но пока жевать их не хочу, потому что они очень красивые и мне красоту жалко. Но Дмитрий Егоров! Вот ты это видел? Ну ладно. Другой раз. Дмитрий Егоров, возьми-ка. Как-то он тебя забыл? Михаил Шаир? Михаил Шаир. Михаил Шаир меня зовут. Ну и что я хочу сказать. Я могу поведать вам мою историю. Ну, мою жизнь. Родился и вырос я, в принципе, там... Гусеницей. Воронеже, к сожалению. Гусеницей. Ну, не гусеницей. Это меня ждёт потом, потому что... Тех, кто нас ждёт. Суть в том, что я родился и вырос в Воронеже. А Воронеже... Это как нож и ворон. Немножко хреново. Темного. Покажи эту машину красивую. Это, наверное, банановая. Банановая машина. Так вот. Родился и вырос я в Воронеже, а Воронеже... Теперь меня. Кстати, Михаил Шаир. Я как бы подумал. Ну, Воронеже, ну, как бы, ещё терпимо как-то. Ну, ворон и нож. А ты Астрахань. Ты вспомни Астрахань. Астрахань? Астрахань – это очень плохо. Потому что там нету листьев, нету ни гусениц, ни бананов. Там только есть асы и ещё такие трахань есть. А вот это ты точно подметил, Дмитрий Егоров. Молодец. Дмитрий Егоров. Да сними этот хороший чипсовый... Как там его забор? Принголсовый. Да-да. Со вкусом барбекю. Да, вот это я люблю... Нет, я это не люблю. Я люблю листья. Знаете, знаете, собственно, вот в чём соль. Так вот, родился и вырос я в Воронеже. Мать у меня была тоже еврейка. А отец был у меня белорус, к сожалению. Но почему из тебя тогда вышел еврей, грек и русский? Объясните мне. А я не грек. Не грек? Я еврей. Ты чебурек. Ладно, не важно. Я люблю листья, но это потом. Значит, не этот хороший, салатовый такой весь. Очень хороший, очень хороший, очень хороший. Очень хороший. Родился и вырос я в Воронеже. Мама у меня еврейка, отец белорус. Вот. Но они не сладили, конечно. И сразу, как только я родился, мне прошло два года, исполнилось, они расстались. Разводы у них, конечно, с ним, они просто расстались. Они просто ушли друг от друга. То есть, обычно есть семьи, где уходит отец от, допустим, понимаешь, от семьи, от жены и так далее. А тут сразу моя маман ушла сразу же так же. И отец, понимаешь? Я остался совсем один. Ну, правда, меня потом нашли. Мама нашла. На помойке, да? Кстати, не совсем, но тем не менее. Вот. В чем соль? В чем соль? В общем, я жил, 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 жил. В общем, меня растили на капусте. На капусте, на зелени. Но это не смешно. Наверное, история умалчивает о том, что вы, на самом деле, родились в Сургуте. Это еще не правда. Это не правда? Машина едет. Что? Михаил Шаир. Да, Дмитрий Егоров. Я забыл, что хочу сказать. Да ладно, ничего страшного. Мне даже нечего. Но я помню, что я хочу сказать. Суть в том, что я вырос на капусте, и эти мысли меня привели к большим... Ну, это не мысли даже сказать. Вот эти, как сказать, события, что случились со мной, с капустой и так далее, навели меня на мысль, что это всем нам нужно. Что нужно специально создавать, как сказать, писать книги. Ну, вы понимаете, жанр создать, фильмы про это. Что капуста все-таки, она действительно, она меняет жизнь человека в лучшую сторону. Не то, что капуста, зелень, листья и так далее. Понимаете? Человек всегда на протяжении множества лет, веков и так далее пытался найти способ к счастью, понимаете, к богатству и так далее. Но он почему-то все время заморачивался, крутился ей голову, но он не обращал внимания на самое простое, на то, что у него перед носом. Никто ни разу не пробовал жить, вы действительно, жить прям на одних листьях, понимаешь? На листьях, на капусте, одно только ей. И представьте, не то, чтобы надо, только ее есть. А суть в том, чтобы еще и думать о ней, писать о ней, понимаете, писать ей, понимаете? Да. Очень суть. Есть даже такая, есть даже некая такая похожая история. Был одна же вот Александр Григорьевич Лукашенко. Он, на самом деле, он рос, как и ты, как и вы, на листьях, но только на картошке. И знаете, его дальнейшая жизнь сложилась тем, что он рос на картошке, писал о картошке, думал о картошке, и в итоге он стал президентом Белоруссии. Не, ну ты в чем-то прав. Но все-таки он немножко не так пошел. Я же говорю, он ел, он только картошку дает. Но тем не менее, я же говорю, он не писал картошкой, он не думал о картошке только, и он ни книги не писал о картошке. Ты понимаешь, он не построил картошный город. О чем я? Я. Разве Белоруссия-то не картошечный город? Вовсе нет. Вовсе нет, там все такие же, как старые добрые, недобрые, точнее, теории. Но, друг, я как раз-таки пытался сринуться и убрать. И вот в чем соль, в чем соль. Я рос на капусте, писал о капусте, думал о капусте и понял, что вот это была, вот эта простота, она была перед носом. Это ключ к счастью, к смыслу жизни. И в общем, я что? Я человек добрый, я хочу изменить мир, я хочу, чтобы мир стал лучше, чтобы они, наконец, получили ту счастье, красоту и так далее. И поэтому я начал строить город. Настоящий город из листьев, капусты, зелени и так далее. Чего? И в этом городе стены, деревья, дома, они все состоят из зелени, капусты. А вы готовы прогнуться под какую-либо систему? Какую что? Вообще, какую, не знаю, вот эту систему. У меня была система прирождения вот эта дурацкая. Были дома из камня, горы какие-то, бумажки. А я это решил убрать. Я просто понял, что это смерть. У нас, мы столько лет, понимаешь, мы столько веков умирали, вот. И знаю, а теперь я просто нашел суть жизни на самом состоянии, что есть бессмертие. И я хочу, чтобы каждый человек был бессмертным, то есть жизнь. И поэтому я же говорю, я построил этот город. Я не хочу останавливаться на этом. Я хочу в эту революцию охватить все, все странности, что есть, все люди. То есть действительно сделать вот это, революцию, дать людям жизнь. Жизнь, представляешь, за столько времени, сколько жизнь существовала вообще на свете. Это прям даже отсылка к анархии прям. Отсылка? Ну как, революция, конечно, она несет анархию. Она нужна просто, необходимое это разрушение. Чтобы создать, нужно разрушить, понятно. И прям... Вот, и как сказать? Ну это не совсем анархизм. Вот как даже есть отсутствие всякой системы. Но у нас будет система, говорю. Система будет какая? Жизнь. Вот такая система. Ни коммунизм, ни нацист. Жизнь. Вот это наша система. И собственно, я уже показывал дома и так далее. И прям, знаешь, знаешь, прям, прям, прям огромное желание процитировать одну, как бы, одни такие слова, которые, как бы, я считаю, подошли бы к вашим словам. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Это Андрей Макаревич. Ну, в чем-то в этом есть, конечно, смысл, какая-то перекличка с моими словами. Но, тем не менее, это одна из ветвей, когда у нас целый дуб, понимаешь? Дмитрий Егоров, вот в чем суть. В чем суть. Давай, давай, быстрее. Привет, ты сам понимаешь, что ты со мной уже очень долго. Мы встретились с тобой в 89-м году, и ты должен хорошо понимать мои мысли, идеи и так далее. Собственно, вот в чем суть. Хотя нет, это я с тобой потом обсужу, в другой раз. В общем, я продолжаю. Продолжаю тему о чем? Охвати все в зелень. Я уже показывал тебе дома, заборы, улицы. Это все мое суть. Это все... И ты считаешь, вы считаете, что я даже ничего из этого не понял, да? В смысле? Ну, из-за того, что вы мне показали дома, заборы и зелень всякую. Как ты не понял, если ты, по сути, со мной, как сказать, это все и прорабатывал, и создавал. Потому что, ну как, это даже как фильм. Я был, по сути, режиссером, выстраивал, конечно, по сути, но ты же это делал, ты был актером. Ты даже не был актером, ты был сценаристом, оператором, понимаешь? Вот какую ты большую роль играл. И так что ты должен понимать. И надеюсь, что я до сих пор ее играю. Да, ты до сих пор играешь. Вообще, мне кажется, что я тебя неправильно понял. Ты все-таки человек далеко не заурядный, ты очень даже умный, Дмитрий Егоров. И поэтому ты глубокий философ. Может, даже глубже, чем я. Может быть, в будущем ты... Вот я вот построил один город, зелень, ну из листьев, зелень. И что я хочу сказать? Мне даже кажется, что мы с вами, Михаил Шеев, отделаковые такие же глубокие, как бы. Может быть, да. Но мне что-то подсказывает, что я построил всего лишь город. Ну, может быть, я еще два-три сделаю. Но мне кажется, Дмитрий Егоров, ты сделаешь целую страну. Две, а потом весь мир, а потом уже и другие планеты. Понимаешь? И мы это сделаем. Потому что эта теория, эта система, революционная, она дает... Это настоящая система. То есть не было жизни столько лет. И вот она появилась, вот она жизнь. Что было до этого? Была смерть, говорю же. Вот люди умирали, умирали, умирали. Вот был Кант, был Достоевский, Толстой. Вот все это было... Они жили не в жизни, они жили в смерти. И вот только сейчас начинается жизнь. И вот я вам говорю. Ну и... Будущее будет большое. Ну и даже в войне. Даже в войне. В войне. Ну война, понятно. Была только война. А теперь начался мир. И что моя задача? О чем я вообще говорю? Создать жизнь. Жизнь, да. Ну вот в чем суть. Я жил на одной капусте. То, что со мной произошло, то, что родители ушли, бросили меня, оставили. Это видите? Вот порою такие печали, это очень даже хорошо. Если бы не было вот этого, я бы не пришел бы к таким гениальным мыслям, какие есть сейчас в моей голове. Я не пришел бы к этим грандиозным масштабам. Понимаешь? Не пришел бы. Так что вы понимаете, если с вами происходит какая-то беда и так далее, вы знаете, это вовсе не беда. Это тот же суть. В общем суть. Так что, ну, суть в том, что потом уже не будет всех этих галлюзорных, галлюзорных блокад, вот эта грязь, будет только свет. В общем капусту, зелень, все это нужно, нужно есть. И не только есть. Думай, писать, пока я же повторяю. Во в чем суть. Ну, наверное, поэтому и создалось какое-то вегетарианское течение. Нет, это не просто вегетарианское. Это что-то большее. Вегетарианские, я и говорил, они же едят, они просто от мяса отказались. А ну, они же едят рыбу, они же едят. Вот, конечно, всякую зелень там, еще. Тогда вряд ли они будут вегетарианцами видеть. Рыба это то же самое мясо, только плывет в воде. А за последующие века, знаете, по-моему, все-таки как тут судить, это очень сложно. Может быть они и не едят, бог все рыбы. Да, они, по-моему, не едят. Вообще, может разные есть. Ну, в общем, вот в чем. Наша теория, это не вегетарианство. Это жизнь. Это даже, это жизнь, это понятно. Но суть в том, что вегетарианцы, я говорю, они вот только едят овощи. А я же говорю, призываю, думать овощами, писать овощами, играть овощами, музыка овощами. Понимаешь? Зелень. Вот что я хочу, чтобы... Вот, чтобы люди стали листвою на деревьях. Вот что я хочу. Но если зимой они будут просто увядать и осыпаться. Я уже столько лет живу на свете. Я же говорю, как только город я начал строить, уже получается в 55-м году. Сейчас, уже надо говорить, 21-й век. Уже 20-е годы вот, по-моему, суть. И о чем соль. Что за все это время не было вот того, что ты мне говоришь, что беда, или что-то еще. Только пополнение жизни. Только пополнение. Я не знаю, что будет дальше. Ну, может быть, конечно, это пополнение обманчивое. Ой, Михаил Шаров. Подержите камеру, пожалуйста. Ну, ладно. Просто хочется сделать вид агронома. Агроном? Молодец. Вот. Это тоже правильно. Это тоже входит в состав моей теории. Блин, как надо проходить? А вот так и проходи. Вот. Дмитрий Егоров. Ну, давай, продолжай. Угу. Угу. Так что мои намерения очень большие. Я стремлюсь, я сделаю страну, все, что есть в моих силах. Вот, что я и хотел сказать. Вот, в принципе, гора просветает. Ливен растет. Лето уже на дворе уже, которое время. Зимы больше нет, осени нет. Только лето. Все цветет. Так что, что я хочу сказать. Надеюсь, мы охватим и весь мир. Вот. И вот здесь странный континент и так далее. Вот на это я очень надеюсь. Не могу надеяться. А смог бы ты сделать жизнь на других планетах? Надеюсь, смогу. Надеюсь, все будет... Теоридах, которые летают во вселенной. Надеюсь, у меня это будет. Сейчас у меня вышла уже такая территория. Если я буду действовать в том же духе, а дух, как ты заметил, он все с каждым месяцем приближается, больше становится, это вполне возможно. Кто знает, ты здесь, Дмитрий Егоров. Я о чем говорю? Потому что ты, ты, моя надежда, ты можешь продолжить мой путь. Ты, ребенок, должен повторять, что я в любом месте, я на самом деле. Так что, скажите. Вот. Такие дела. Дмитрий Егоров, расскажите о себе, что я. Я так просто... Это для будущего, понимаешь? Я рассказал себе, теперь ты. Кроме того, что я, типа, ношу, как бы, во рту какие-то пшеничные колоски. Ко всему прочему, я поэт. Я написал около 850 стихов. Это за, даже, может быть, за год где-то. И за полтора года, можно сказать. В принципе, я, как я хочу сказать, я еще фильмы снимаю. Тоже, как и, вон, Михаил Шаир. Правда, я их уже бросил в 90-х годах снимать, но тем не менее. А я, может сказать, стал его, может, как бы, последователем. Потому что этот человек, он прям очень сильно повлиял на мое творчество. Он сделал меня кинорежиссером. Он сделал меня поэтом. Он сделал меня прозаиком. Ну, и как прозаиком, но вообще не важно. У нас в нашем городе сказано прозаик. Прозаик. Прозаик было когда-то, но это все ушло. Это все дурацки, понимаешь? Опять эти городские всякие системы, коммунисты. Коммунисты, это все дребедень. Мы за жизнь. Мы за мою теорию. Листвизм. За листвизм. Ну, правда, это жизнь уже ушло. Жизнь. За жизнь. Жизнь, да. Был когда-то кейфманизм, теперь он перейдется в листвизм. А, ты про кейфмана. Кстати, кейфман поэт, в принципе, неплохой. Неплохой. Я даже один раз с ним встречался. Было дело. Ну, а, может, прийти меня снимать. Он же все. Давай, Дмитрий Егоров, давай. Ну, правда, конечно, хоть я и стал поэтом, прозаиком, кинорежиссером, но этот Михаил Шеир, он еще как бы пишет картины, но раньше писал. Я, на самом деле, раньше тоже писал картины, много рисовал, но потом забросил. Сейчас моя основная волна – это фильмы, это стихи, это немножечко даже проза. Влияние как раз благодаря этому человеку, который сам о себе рассказал, сам себя раскрыл, как бы раскроил скальпелем свою. Дмитрий Егоров. Ну, суть в том, что, конечно, я это все забросил. Бросил картины, музыку, стихи, прозу. Ну, ради чего? Может, завернем сюда? Сюда? Ну, что? Да, прошу. Да, быстрее. Ну, в принципе, листвы больше, я согласен. Где листвы больше, жизнь? О, зачем? Я это все бросил ради своей, типа, из-за листвизма, за систему, за жизнь. Вот, потому что, ну, понимаешь, времени нет, как-то, да, нужно думать только об этом. И суть в том, что вот картина, музыка, даже, она такая, она же, как сказать, не из листвы была. И поэтому нужно было это бросить. Ради счастья, ради смысла жизни, ради смысла смерти. Даже так, хотя смерти уже нет. Пока один поэт умирает, второй начинает возрождаться из костей. Хотя, что ты сейчас считаешь поэтом? Ты же глубокий философ. Я тебя вообще, по сути, не понимаю. Ну, и зритель, наверное, тоже меня не поймут. В общем, не понимаю. Это обидно. Он же, понимаете, он же говорит, что будет поэтом. Дмитрий Егоров говорит, что будет поэтом. Хотя, он не будет брать бумагу, не будет использовать слова. Но он поэт, он будет говорить, что будет смотреть музыку. Я буду использовать. Но в его понятие о словах, о бумагах, совсем другое. То есть, я даже не могу представить, какое. В общем, телесное, видимо, понятие. Вот он говорит телесное. А как мы подумаем? Можно подумать, да, действительно, тело. Еще мысль. А на деле-то это будет душа. Или то, чего вовсе нет. Суть в том, что до листвизма, до этой жизни, как повторяйте, была смерть. И во время этой смерти, понимаешь, были Сократы, были Аристотели, Платоны и так далее. И что они, даже они не были настолько глубокие, как Макс. Как Макс один человек. Но это когда-то было, как Макс. А я говорю Дмитрию Егоровичу. Дмитрий Егоров, конечно, он более великий ум, чем Шопенгауэр, Кант. Больше, даже как Нинь, больше глубокий, понимаете? И это все то, что это все идет игра вот этой моей теории, листвизма. И что я хочу сказать. Вот если бы, если бы я сейчас встретился бы с Шопенгауэром, да, и сказал, вот, у меня есть листвизм. Он бы обратился в него, и я просто не представляю, насколько это был бы гениальнейший ум. То есть такой ум, что, наверное, он бы смог породить черную дыру. Не надо забывать, что по понятиям того, смертнизма, когда был коммунизм и так далее, черная дыра – это солнце, огромное солнце, когда оно возросло из-за кардинально больших размеров, масштабов, и оно сжалось, понимаете? Это когда солнце слишком-слишком сильное, а это слишком много света. И вот, наверное, вот такой был бы и ум Шопенгауэр. А Макс, точнее, Дмитрий Егоров, Макс уже умер давно. А Дмитрий Егоров, Дмитрий Егоров, Дмитрий Егоров, Дмитрий Егоров. Да понятно, что я Дмитрий Егоров, спасибо. Был просто философ, был просто философ. Был? Ну, теперь... Я думал, я думал, он просто это Макс был. Макс умер, не надо напомнить. Но он же тоже, наверное, был философом. Макс, да. Макс был хорошим человеком. Ну, а Макс, я потом поговорю, Макс пошел во имя нашей теории. Из него бы и многого не произошло. Ну, вон, он уже вон там стоит. Он как листик. Он встал. Он теперь в каждом листике. Привет, Макс. На меня похож. Он, видимо, как бы родственниц. Как раз он тоже рассказывал. Шутка его. Но я не буду говорить о том, слишком лично. Тоже, говорю, у меня похож. Суть не в этом. Суть не в этом. Я что хочу сказать. Дмитрий Григоров был просто философом. Как только он обратился в листвизм. Носталгением. Гениальным философом. Это произойдет с каждым из вас. А вот, Михаил Шир, а насколько мы протянем еще нашу речь? Уже 27 минут, как вы говорите. Как мы с тобой говорим. Мы можем говорить, мы бесконечные. Не нужно забывать, что у нас бесконечность. Мы бессмертны. Потому что мы в листвизме. И вообще, я бы рассказал историю еще про то, как мы породили, создали свой язык. Листвийский. Это сейчас мы говорим на... Листвийский. Листвийский, да? Да. Хороший язык. Мы его тоже когда-нибудь, он будет везде. А пока мы говорим на русском языке ради вас, чтобы вы испонялись. Ну, тем не менее. Я думаю, может быть, еще не стих прочитать, то не стих. Муж не читать. Я думаю, прочитаю... А хотите потом рассказать свое мнение о листьях? О листьях? Угу. А, ну он опять философ. Как вот у меня был... У меня был друг Макс. Он как бы тоже, на самом деле, уже... Я не знаю, как он там. Вот Михаил Шаир. Как бы подобие его. Прям вообще. Даже не то, чтобы прям подобие. Даже выше своего подобия. Подобие Макса, который был тогда. Он рассказывал своему другу. Его тоже звали Макс. И мнение о листьях. Он высказывался, даже, очень прям хорошо даже. Ладно. Так, это просто... Снимай нормально. Ну какая-то путаница получается, на самом деле. Не знаю, нет. Что-то мы еще не существуем. В нашем городе или не будем никогда. Ворота не трогать. Мы ничего не боимся. А теперь... Когда немного поговорим... Леон, смотрите. Вот... Вот... Можно меня читать... Смелым человеком. И наглым. Сейчас смотрите. Здесь... Ворота не трогайте. Внимание. Он может все. И что произошло? Он может все. а ракета и теперь теперь когда мы немного поговорили жизнь можно теперь просто умолчать запечатлеть наше молчание будем говорить странные ствола потому что мы включимся совсем на другой звук вот и все давай это как бы звук начала ну как тебе получается нормально я вот думаю как на набережной пойдем или куда да пожалуй слушай ты будешь заходить могу покупать то есть ну и вокруг куплю а может не знаю может не буду пива может куплю пиво фиг его знаю купите в кока-колу я орила и он ты снимай меня получит сливаешь как туда и вы меня так чтобы прям как в кино не меньше прям когда action это action прям вообще так все ровно красиво вот я иду видишь я иду а могу знаешь в жанре action может же так но это слишком вот я иду снимай как я иду надоело снимать и вот так михаил шаирыч у нас каждую прогулку такой еще михаил шаир нету тут никакого михаила шаира махим александрович краповиде и вообще че это нет вы уже сказали зрителям что вы михаил шаира макс что ты вообще михаил шаира так и тебе отвечай за свои слова мара-мара так и фильмы и словах макс какой я макс я дмитрий это же для егора это же для фильма бру как я его савид дмитрий егор за стоило на ферме сделать два фильма какой два фильма вот идет сейчас фильм фильм идет и не идет одновременно видишь как зерва вот какие-то я снимаю чтоб тебя кинули кирпичом ты че снимаешь белье на фиге ну видишь индийка какая красота я ставлю на паузу тогда нет какая пауза тут нету паузы ты идешь мы же говорили мы должны запечатлеть нашу тишину наш язык но мы говорим а какая то может тишина быть так вот тишина это и есть пауза вот снимай снимай Товечка тяжело хорошо да да я не это тяжело просто я могу уронить телефон на пол нет нет не делать смотри какая красавица красивая такая машина просто пропизделся с тем что ты не Михаил Шаир какой Михаил Шаир? Макси что ты говоришь Ты Макс, я Макс. Какой уже... Зашел мне... Ух... Ах... Ах... О, поймем так. Да тут везде один. Рынок. Купники. Смотри. Да, я хочу. Они даже не поймут, что... Там мы их снимали. Угу. Ой. Блин, я прям лето вспоминаю. Помнишь? Квас. Ты не хочешь квас? За 100 рублей. Ну да, за 100 рублей. Сколько там? 20 дней. Блин, ну ты меня... За большой хую рублей, да? Вот, Макс, лето наступит. Лето наступит, будем опять покупать квас. Лето наступит. Лето наступит. Лето наступит. О, теперь давайте вы тоже запечатляете тишину. Так уже и тишина идет. Ну... Ваша очередь. Видишь, Куликов. Лето наступит. Я ж таки знал. Ты не можешь снимать 40 минут. Ой, уже 40 минут прошло. 34? Так я ж снимаю, Макс. И все время снимал, я. Что такое бытие? Ты не знаю. Ладно. 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 Полтора не дам. Полтора тысячи. Полтора тысячи. Она сам может. Ну... Главное. Ну, бывает, я тоже снимал. Что? Ты снимал? Да. А, ну да. Как фильм назовем? Как мы его знаем? Звуки тишины? Не знаю, не, это как-то... Хотя я не знаю, подумаю. Хотя название это всегда как-то сложно лучше. Ну что-нибудь придумали. Ну это похоже было на это, как пропаганда. Пропагандистский кинематур. Пропаганда листвизма? Да. Не, так и назовем, листвизм. Посмотрим. Еще подумаю. Оно должно быть еще более глубоко. А как же наш язык? Как же наш что-то свой. Чтобы глубоко было прокопать лопатой. Лопатой. Лопатой? Лопатой. 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 Не плюсь, это ебал. Лопатой. Не плюсь, это ебал, что-то. Лопатой. Лопатой. Да не, это уже за день. Да, так вот. Молодая партия! Ну что, например, я сорок минут стою, я сорок минут! Сорок? Господи! Чувак, тут все темно. Темно? Снимаю город. Вон, пойдемте! Мы хорошая игра! Да хоть мне так называли, Макс! Максим Киев! Я Дмитрий! Ты? Нет, ты не Дмитрий. Тебя так не зовут. Ты Максим, ты Макс Куликов? Разве? Ну да. Нет, я Дмитрий Егоров. Мне кажется, тебе пора к врачу. Нет, это все просто... Ты пропиздел, блин? Теперь отвечай за свои слова. Да ладно? Я изначально был Максимом Куликовым. А это, наверное, Новороссийск, это город Листьев, да? А хуй его знает. Я просто тебе подыграл и все. А, ну ладно. Макс, смотри, какая красота! Малина на деревне! Малина! Пошли в фонтанах купаться. Иди. Скоро пойду. Малиновые деревья. Такая красота. Да. Вообще крутой фильм получится. Очень классный. Малиновые деревья. Не, ты серьезно? Прям такой прям авангард. То, что нужно. Как вы, Михаил Шаир. Я же говорю, Максим Киев, мама. Да какой это Максим Киев, Максим Шаир? Не-не. А Новороссийск, это город Листьев, город Малины. Город... Такая красота. Я раньше не видел этих деревьев, да? Не, мы с тобой в Сочи сейчас. В Сочи? Да. В Сочи так же выглядит, да? Даже... Я сказал бы, даже красивее гораздо. Ну, это не удивительно. Ну, мне тоже бы красивее. Скорее, больше всяких автомагистралей, больше, чем в Москве. Даже так? Ну, вот понятно, там же все ездят туда-сюда. Где? Не-не-не. Видишь, как фотограф. Мне говорит, только... А смотрите... У них вот большие некрасивые магистрали, эстакады, некрасивые все. Не, может быть красивые, но... Я не знаю, я совсем лишен вкуса. Ты? Да не переживай, Макс. Сонтный. Я тебя прощаю. Зачем меня прощать? Ладно. Куда я не прощал? Макс, смотри, церковь строит. Ищи, достой. Видишь, там человек уже... Христос. Ухая себе. Да. Круто. Только сейчас это заметил. Практически. Да. Что, пойдем во двор? Да. Или мы пойдем на набережную? На какую-нибудь... А может, на набережную пойдем, на камнях посидим? А, ну ладно, все равно там магниты рядом можно пить. Да не сейчас можно, пока что просто сейчас просто посидеть. Или во двор пошли, пошли во двор. А потом на набережной посидим. Да вы уже определитесь хотя бы. Вот. Какой ты уважаешь меня на вы. Потому что он высший ум, а я самый низший ум. Нет. Все, Михаил... Фух. Проболтался. Да. Погодите. Да я шучу над тобой. Зовите Михаил меня Шаир. Так. Так. Ну хорошо. Михаил Шаир, держите. Нет, я Максим Куликов. Все. Ты вообще-то Михаил Шаир, а я Дмитрий Егоров. Наоборот. Так вот. Так вот. Я Дмитрий Егоров. Я хочу сказать, что листья это хорошо. Или я не Дмитрий Егоров, а я Дмитрий Егоров. Здравствуйте, я Михаил Шаир. Собственно, о чем... А я Дмитрий Егоров. Собственно, вот что я хочу еще сказать последовательно. Сейчас, когда мы рядом с волной, вы послушали наш... Слушай, Михаил Шаир, вы мне даже очень хорошее творческое имя новое придумали. Дмитрий Егоров? Да. В смысле, я понимаю. Тебе мать дала. Мать, родина твоя. Хотя, может быть, даже и я. Твоя родина, по сути, это моя. А кто моя мать? В том... Наверное, я. Наверное, все-таки я. Ебать ты долбоем, блять. Не, мне кажется, что я все-таки, потому что... Не надо забывать то, что ты родился в моем городе. В моем городе с моим строем. Не, не путайте. Это вы родились в моем городе. Знаешь, как раньше было у смертных? Ленин был их и мать, и отец. Точно так же, как и я. Я сейчас твоя мать. Дмитрий Егоров, можешь поблагодарить меня? А вы меня поблагодарите, потому что вы родились в моем городе. Это мой город. А? Дмитрий, Егоров. А? Листья покушать. А какие листья? Листья, это хорошо. Не, я вас угощаю. Хорошо? Листья. Сейчас. Взял уже. Ага. А, вы уже объектив прикрыли, да? Нет, нет. Все видно. Все видно. Давай, давай. Листья. Дмитрий Егоров! Дмитрий Егоров! Дмитрий Егоров! Ну-ка стой, стой, стой. Дмитрий Егоров. Теперь стой, стой, стой. Ешь, Дмитрий Егоров. Стой, нет, не двигайся. Стой. Ты все время, когда ты идешь, когда ты двигаешься. Надо просто стоять и есть. Дмитрий Егоров, не отворачивайся, смотри прямо, куда ты пошел, вот, вот, Дмитрий Егоров, молодец, 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 теперь меня, так, суть, о, горький, блядь, нормальный тут свет, немножко так листьями прикрыт, вот там, как бы, если отойти сюда, вот, там свет был бы хорошей, а теперь не знаю, там, наверное, слишком много света будет для, Блядь, сука, Смотрите, что я не тут, уже 17.00, а я не торт, а я не торт, ну-ка, зайди подольше, ты печенье, Можно Конец